Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев нам помогает. Сегодня с нами на прямой связи священник Русской Православной Церкви, психолог Андрей Лоргус. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните нам также, пишите в WhatsApp 23 0 6 1 9 1. Если вы слушаете нас за пределами Латвии, то код страны плюс 371. Отец Андрей, изначально хотели начать разговор с вами с другого, но поскольку вчера произошло страшное ДТП, как мы знаем, в Москве с участием актера Михаила Ефремова, вы написали пост в Фейсбуке, не конкретно об этом, но написали про алкоголизм. Написали, что это неизлечимая болезнь, возведенная в статус национальной особенности. Почему, на ваш взгляд, возможно, в России, не только в России, может быть, на постсоветском пространстве, можно так говорить, как-то вот так исторически это сложилось? Ну, я не знаю, как объяснить причины, почему так сложилось. Я просто констатирую факт, что оно сложилось. И более того, где-то с начала 60-х годов это стало предметом национальной гордости. Появился первый фильм «Пес-барбос. Необычайный кросс» и потом «Самогонщики». И вот с этого момента в культуре, в советской культуре стала, по сути дела, пропагандироваться устойчивость к алкоголю, крепкому алкоголю, как настоящее национальное мужское качество, ну и женское тоже. Это, конечно, началось не в 60-е годы. Есть фильм 20-х годов, где женщина пьёт спирт перед купцами, требуя на школу денег. Я забыл, как он называется. Чуть ли даже Низенштейн его снимал. Есть фильм известный, где Бондарчук с немецкими офицерами в лагере пьёт и говорит, мы после первой не закусываем. То есть эта культура складывалась постепенно. Но уже в последние десятилетия, в 90-е годы особенно, и сейчас это стало просто уже бравадой, это стало культурным достоянием, которое способствует алкоголизации и развитию дальнейшему. Так что, да, это национальная особенность, причём её гордятся. Ну вот если здесь, опять же, поговорить о культуре, о культурном аспекте, возьмём Венедикта Ерофеева, «Москва петушки» или прозу Довлатова, в котором очень многое построено, в том числе на алкоголе, такое ощущение, что как раз алкоголь делает жизнь героев интереснее, он создаёт некий такой образ интересной жизни. Вот это является в том числе таким? В том числе я, поскольку начинал свою трудовую деятельность среди рабочих, и сам был слесарем, потом и сторожем, и старателем, грузчиком, то я очень много общался именно вот в этой среде мужицкой, и там постоянно идёт обсуждение того, кто как выпил вчера на той неделе, а вот помнишь ещё тогда, гордость количеством выпитого, гордость, то, что работали потом, будучи совершенно птины, даже ничего не помню. Вот это были 70-е годы, мои начала, и так жизнь интереснее. Мужикам очень интересно обсуждать, они смеются, они говорят, «А ты помнишь, как здорово? Эх, мы, да как мы дали, да там ещё добавили, да всё это». Но сейчас есть какие-то тенденции к тому, что пить до такой степени, до такой кондиции, напиваться, это уже стало не модным? Или же всё-таки вы не видите каких-то вот таких в лучшую сторону направлений? В любой кабинет государственного деятеля или олигарха, куда бы вы ни пришли, есть всегда шкафчик, сейф, в котором стоят напитки, в котором стоят дорогие напитки, и любая сделка, любые переговоры заканчиваются алкоголем, причём крепким алкоголем. И даже напротив, если вы не пьёте, вы в клан в этот никогда не будете приняты как свой. Ну вот этот вопрос доверия, это фраза, которую, ну, она стереотипная, конечно, и далеко не всегда её задают, но фраза, которая вошла в такой лексикон, это «ты меня уважаешь или ты меня не уважаешь?» И, соответственно, это тоже является неким культурным кодом уже сегодня? Да, это культурный код, и это код общения. Это код общения, ну, прежде всего, мужской, но женский тоже в какой-то степени, ну, не так, конечно. И он признан не только вот в личной жизни, в гостях или там в дружбе, он принят на государственных отношениях, естественно, неофициально. Он принят в бизнес-отношениях, тоже, конечно, неофициально. Вот, и это, да, это доверие. Если ты не пьёшь, значит, что-то такое в тебе не такое, что-то не так. Есть две причины, по которым прощается. Либо ты болен, либо ты зашился. Ну, это же в фильме «Брат-2» было, когда не пьёте, болеете. Помните вот эту фразу? Ну, что касается Михаила Ефремова и этой трагедии, а это именно трагедия, потому что человек, в которого он врезался, в результате скончался, на ваш взгляд, попробуют, как-то это может повлиять на человека, чтобы он перестал пить? Вот такой стресс, пережитый убийство другого невинного человека. Может. Может, я знаю, как священник, очень много случаев, когда люди останавливались, прекращали, и просто жизнь поворачивалась на 180 градусов. Но, во-первых, это зависит лично от него, это не обязательно, что это так произойдёт. А во-вторых, у наркологов есть одно такое понимание, что нету исцеления, есть только ремиссия. Длительная. И опасность наркомана или алкоголика вновь сорваться, остаётся до конца его дней. К сожалению. Что касается реакции на это дело, вот кто-то сейчас говорит о том, что Ефремова, возможно, потому что он знаменитость, могут как-то, скажем так, отмазать. Кто-то, наоборот, говорит, что может быть такая вот показная, как раз-таки, ну, понятное дело, что наверняка справедлива, но вот такая вот казнь публичная, потому что можно вспомнить дело Кокорина и Мамаева, когда это всё происходило так очень громко. Там обошлось без убийств, к счастью. Да, к счастью, да, там обошлось без убийств. Как вы думаете, как могут развиваться события здесь? Не знаю. Для меня другое важно. Для меня важно, что происходит с человеком. Знаете, как психолог, я знаю одну очень важную закономерность, что если человек не принимает на себя обличение в убийстве, он потом себя хуже гораздо накажет, чем закон. Или накажет в поколениях, то есть дети или внуки будут расплачиваться за это. Поэтому как священник, как психолог, я знаю, насколько сейчас важно человеку именно вот это внутреннее покаяние. Это не внешние какие-то там декларации, выступления, а это именно то, что будет происходить с душой человека. Поэтому вот это меня больше всего интересует. Но я не причастен как бы близко к этой истории, поэтому тут мои только внешние оценки. Здесь интересна еще реакция общества, потому что вот многие сейчас в социальных сетях пишут о принципе «свой-чужой», потому что начинают оправдывать, потому что талантливый актер, потому что хороший человек, потому что мы его знаем как хорошего человека, который болеет алкоголизмом, это болезнь и так далее и тому подобное. И там как раз вот очень четко прослеживается вот эта концепция «свой-чужой», потому что если мы говорим о неком нейтральном человеке, я так выскажусь, то многие быстро скажут, вот он убил и, соответственно, он должен сидеть. А здесь включаются такие механизмы, он же хороший, он знаменитый и так далее. Вот вы это наблюдаете вообще, вот это некое предвзятое отношение к людям известным и, может быть, даже любимым аудиториям и обществом. Да, ну это всегда так, это человеческое, оно такое понятное и естественное. Кто-то за, кто-то против. Даже в тех же отзывах на мой пост сразу же раскололось, кто-то говорит, что вот да, алкоголизм – это такая вот страшная вещь. Он говорит, ничего страшного, вот все пьют и ничего. Так что, ну, всегда есть за и против. И по поводу здесь тоже. Понимаете, человеку трудно принять себя в свое мнение какую-то бездну, раздвоенность. Трудно принять сразу два, две крайние вещи. А крайние здесь какие? Да, мы любим его гений, актера, и да, мы скорбим о том, что произошла с ним такая трагедия. Одновременно удержать в сердце – это ведь больно. А с точки зрения религиозной вот это испытание, которое спровоцировал Михаил Ефремов и для себя, и для семьи того человека, который умер. Вот что здесь как раз религия говорит? Это некое… Ну, как вы это могли бы прокомментировать? Есть ли религиозное объяснение? Ну, есть, конечно, потому что именно в таких ситуациях люди обращаются в церковь. С одной стороны, они хотят принести покаяние, а с другой стороны, хотят получить утешение. Здесь и то, и другое имеет место. Но очень важно просто признать убийство убийством, даже по неосторожности, всё равно это убийство. Очень важно признать значение покаяния здесь не только самого виновника, но и людей окружающих, да и нас всех, поскольку мы вот в какой-то степени потворствуем алкоголизму, и в том числе вот и тех формах, которые мы с вами вначале обсуждали, наше общее покаяние, наши общие слёзы, принять эту трагедию и оплакать то, что с нами со всеми происходит. А с другой стороны, конечно, сопереживать, сочувствовать утратившим близкого человека. Это трагедия всегда. Кто бы он ни был. Сопереживание человеку, который совершил убийство, умышленно или неумышленно, умышленно, оно возможно? Оно необходимо. Потому что, даже если он не кается, даже если он говорит, нет, ничего подобного, это всё там ерунда, мы очень много знаем сейчас таких преступников, которые совершили убийство, дела их идут, не идут, наказывают, не наказывают их полно. И они говорят, да ничего, вообще, никакого преступления нет. И всё равно им сочувствие, потому что в душу их разъедает страшная ржавчина вот этого внутреннего противоречия. Они, конечно, внешне изображают из себя героев, а внутренне они погибают, потому что там происходит катастрофа. Там происходит смерть души. Ну так, условно говоря. А если говорить о киллерах, о массовых убийствах, потому что мы знаем историю Саши Солдата, киллера Орехова-Зуевской группировки, который сам сдался в какой-то момент и, в общем-то, отбывает срок. Я видел с ним интервью, и он, в общем-то, говорит, что он это заслужил, ему сидеть очень долго, и он вот там пытается осмыслить то, что он делал. Но, тем не менее, когда человек делает убийство своей профессией, причём убийство, либо такое, как Саша Солдат, который я привёл, это убийство на стороне зла, или там военный снайпер, который участвует в войнах и тоже убивает людей. Вот здесь можно провести всё-таки некую разделительную линию, потому что ведь и тот, и другой, по сути, убивает других людей. Да, по сути, это убийство, и это убийство всегда ложится на душу убийцы тяжким и совершенно необратимым последствием. И это грех, и это тяжёлая катастрофа души, потому что это необратимая вещь. Необратимая. То есть больше никогда душа не станет другой. Она уже не греха. Но когда мы говорим с точки зрения закона, социальной, то, конечно, надо различать, кто это. Это убийца или это воин, которому приказали стрелять, и он убил. Всякое дело должно быть расследовано, и преступление должно быть названо преступлением, но не вообще так. Для этого существуют статьи, различные статьи Уголовного кодекса должны быть названы. Вот в данном случае с Ефремом статья переквалифицирована в... Там написано неумышленное причинение смерти. А может быть умышленное, тогда это другое совершенно дело. И мы по-другому к этому относились. Так что и в случае с воином, и в случае с киллером тоже надо различать. Да, они оба убили, и они несут на себе эту тяжесть, но у них совершенно разные преступления. Вот Всеволод Чаплин, покойный священник Русской Православной Церкви, которого мы тоже интервьюировали. Мы с ним тогда, у нас была дискуссия по поводу заповеди «Не убей». Он считал, что в определенных ситуациях нарушать эту заповедь можно. И в частности, например, если защищаешь родину или семью. Вот если говорить об этой заповеди, то есть как вы ее трактуете, и есть ли там, если говорить таким современным языком, пространство для маневра, можно ли ее в определенных ситуациях нарушать? Да, надо разбираться, надо разбираться в каждой ситуации и применять заповедь «Не убей» конкретной ситуации просто так в чистом виде невозможно. Я очень, честно сказать, вдруг почувствовал такую симпатию за то, что вы напомнили мне о моем друге, с которым мы знакомы очень давно, наверное, с какого-нибудь с 89-го, 88-го года, и с которым я служил вместе, он был моим настоятелем многие годы. Я знаю его точку зрения на это. В какой-то части я его поддерживаю. Например, защита своей семьи, защита своих людей, защита вообще людей от угрозы убийства действительно позволяет человеку взять оружие и стрелять в преступника. Но защита защите рознь. Если эта защита действительно под угрозой смерти, тогда это одно. А если это нападение, если это провокация, если это экономическое какое-то преступление, преследование, это совсем другое дело. Нельзя приравнять одно к другому. Вы сказали, что дружили со Всеволодом Чаплиным. К нему ведь было очень такое неоднозначное отношение в кругах Русской Православной Церкви. Он тяжело это переживал? Да, он это переживал, он это знал, он всегда очень много читал все, что пишут в Фейсбуке. Я не знаю другого такого священника, против которого было совершено такое количество разных демонстраций, флешмобов, всяких каких-то инсталляций. Около нашей Церкви проходили какие-то ряженые, какие-то были транспаранты, но у нас на ограде висело неведомо чего, я имею в виду храм на трех горах в Москве, на Красном Пресне, где он был настоятель шесть лет почти. То есть это священник, которого поносили все, кому не лень, даже церковная пресса. И он улыбался себе в усы, для него это было небезразлично, он замечал, он иногда выходил прямо из храма к этим людям, разговаривал с ними, он приглашал их чай пить, иногда за одним столом они выпивали. Он был вот так, он играл только роль клоуна с одной стороны, а с другой стороны он играл роль отца всем. И, конечно, его точка зрения, ее мало кто разделял среди духовенства, мало, нет, он совершенно особняком стоял, и его взгляд это его взгляд. Мне очень жаль, что его взгляды приписывают церковь, это не так. Но Чаплин был политиком, это была совершенно фигура такого вот четкого последователя митрополита Никодима Ротова и митрополита Кирилла Гудяева, когда он был заведующим ОВЦС. То есть это была политика, что церковь до всего есть дело. У церкви есть своя политическая, идеологическая, социальная позиция. Кстати, вот то, что мало замечают, Чаплин был типичный левый, политик, в какой-то части своей, который выступал на защиту рабочего движения, зарплат, профсоюзов, там всего прочего. Жалко, что это не замечено, это очень для нас важная вещь. То есть, чего не перепробовал отец Всеволод, это трудно перечислить, все перепробовал. Но, конечно, его взгляды не были взглядом значительной части духовенства. Нет. У нас звонок, примем его. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вы как священник, со времени избрания нашего патриарха Кирилла, ни разу, несмотря на сигналы, его не пускают в Латвию. Вы что-нибудь делаете, как священник, чтобы... Это же политическое руководство делает в Латвии. Спасибо. Спасибо вам. Нет, я точно ничего не делаю и не могу делать. Вообще-то говоря, у меня такого послушания нет. И я сам в Латвии никогда не был, поэтому не могу помочь нашему святейшему патриарху совершить визит. Но я уверен в одном, что как только политики между собой договорятся, такой визит будет возможен. И я думаю, что это как-то ну вот просто будет симпатично святейшему патриарху. Я думаю, что как и во всей парке он приедет и туда. Когда это будет, я не знаю. И это не ко мне вопрос, потому что все-таки есть для этого специальный целый отдел. Мне жаль, но я не могу ответить на ваш вопрос. Сейчас небольшой перерыв мы сделаем, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев Русской Православной Церкви и психолог Андрей Лоргус. Здравствуйте, отец Андрей. Еще раз. Добрый день. И у нас звонок. Звонок. Сразу слушаем вас. Добрый день. Добрый. Вы знаете, я опять к Ефремову. Вот я подумала, когда это передали новость. У него же много детей. Сейчас его посадят. Его заставят заплатить большую компенсацию за смерть, за машину разбитую. Все. Что будет с его семьей? Вам не кажется, что у нас, у многих людей, особенно вот те, кто попадает в аварии пьяных, пропало чувство ответственности, атрофировалось чувство ответственности перед семьей, а заботы тоже никакой о семье. Думают люди, большинство, только о себе. Спасибо. Спасибо. Это правда. Это правда. Но нужно иметь в виду какую-то общую такую объективную вещь. Потому что при алкоголизме происходит частичный распад личности и прежде всего страдают такие тонкие структуры, как ответственность, как осторожность, как самокритичность. Это правда. Это последствия болезни, это и некоторый поступок. Да. Это правда. То есть это то, что называют пьяному и море по колено. Ну, да, в том числе и это, да. Вот наша радиослушательница вспомнила о семье Михаила Ефремова. Дочь Михаила Ефремова, как известно, она, по крайней мере, так заявила о себе, что она трансгендер. Вы в одном где-то из интервью, возможно, или, может, из своих выступлений, вы говорили о том, что, на ваш взгляд, священнослужители иногда слишком агрессивно относятся к людям нетрадиционной ориентации, которые приходят, например, на исповедь и рассказывают там свою историю. Как вы реагируете на прихожан с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Бывают они у вас? Бывают. Но это зависит от того, что прихожане ожидают от священника. Мне пришлось несколько раз встречаться с людьми, у которых есть как бы такой статус, которые хотели получить от меня некоторую индульгенцию. разрешение. То есть, ну, почему вот вы против нас, почему вот вы не согласны и всё такое прочее. То есть, смыслом беседы было в том, что, мол, ну, перестаньте, откажитесь от своих мнений, связанных с Библией или с святотическими положениями. Вот. Это одна история. Другая история, когда люди с такими статусами приходят и просят о покаянии. У них есть чувство вины за это. Это другая история. Тогда мы говорим покаяние о том, что здесь возможно для такого поведения. Вот. Бывают и другие ситуации. Поэтому я говорю, всё зависит от того, что люди ждут от священника. Но если мы говорим о встречах или каких-то столкновениях с людьми, которые не просто являются гомосексуалистами или трансгендерами, а те, которые занимаются активной такой социальной деятельностью на этой почве, тогда да, тогда здесь возможно достаточно жёсткое противостояние. Не хотелось бы сказать слово агрессия, но противостояние да. Должно ли быть за это чувство вины у прихожанина, человека, который пришёл к вам говорить об этом? Ну, те, которые приходят в церковь, да, у них это чувство вины есть, у кого этого чувства вины нет, те не приходят. Может ли гомосексуал быть православным? Он может исповедовать православную веру, быть православным, да, но его, если он держится этого открытого статуса, он не может быть членом общины. Община его не примет. А это справедливо, учитывая, что, если мы как раз говорим сейчас с религиозной точки зрения, что мы ведь перед Богом все равны вне зависимости от наших особенностей. То есть, почему существует такое жёсткое деление на правильных и неправильных, условно говоря, прихожан? Нет, в церкви такого нету. Неправильный и неправильный есть грех. Все люди равны перед Богом, люди, но не их грехи. И есть такие грехи, за которые человек, будучи даже православным человеком, отлучается на какое-то время от службы, от причастия, а может быть, даже отлучается и от церкви. Ну, таких случаев совсем уж немного было в жизни, так сказать, анафематствованные фигуры, не так уж много вообще. Но, да, если человек, есть определенные грехи, за которые человек отлучается. Есть правила, вот они даже написаны в любом требнике, у любого священника, они есть. Например, за убийство 20 лет или там еще какая-то, за травление мужа 6 лет или там еще что-то. Да, это все устаревшие, да, это все старые правила средневековые русские, взятые из греческих намоканонов, да, но тем не менее это правила, церковные правила, которые не делят людей на плохих хоробиях, а которые устанавливают определенные правила за совершенные грехи. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Слушаем вас. Да, задавайте вопрос, вы в эфире. Да, видимо не слышат. Перезвоните нам, напомню, телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9 можете звонить нам. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы в обновлении спокойного Чаплина, сказав, что он был в какой-то мере политиком, да. Вы знаете, вот, когда выступает патриарх Кирилл и освещает разные вопросы и какого-то, значит, характера социальные проблемы, которые стоят сегодня перед не только мирянами там в России, а вообще перед человечным. Это очень подкупает и, по-моему, вот молодежь особенно тянется к такому, понимаете. Вот я беру аналогию, значит, состояния православной в церкви здесь у нас в Латвии, когда наш митроплит, я не знаю, за последние лет 15, он не по одному случаю, который очень сильно волнует мирян и социального характера, вопрос и национального, никогда не выступает со своей, вот именно, точкой зрения. Вот скажите, для православной, вы упомянули, что, значит, отдельные лидеры или отдельные, значит, иерархи, значит, православной церкви России, значит, не боятся отвечать вот на вопросы, вызванные политикой или еще какими-то проблемами. Скажите, это позиция церкви или это позиция отдельных людей? Вообще-то, если церковь будет уклоняться от освящения или, значит, ну, о своей точке зрения, пускай она будет особенной для, вот, своих прикажан, вообще для всех мирян, значит, своей стороны, то она потеряет откровенную, говорит, связь. Врачевать души, да, это надо, но вот в конце концов душа живет и среди материального, значит, состояния тел, движения, вещей, людей и так далее. Спасибо вам. Вы правы, это серьезная проблема, но вот тут священник находится между двух огней. Вот представьте себе, что на историю приходит лидер партии коммунистов. Это, конечно, звучит немножко гротесно, коммунист, церковь на историю, но тем не менее это происходит, я вам свидетельствую. И он каятся в своих грехах, а вслед за ним идет оппозиционер лютый, который не знает лицо этого, и он тоже приходит на историю, и тоже каятся в своих грехах. И они, знаете, к кому пойдут, к какому священнику, который не высказывает свои политические позиции, потому что ему они будут доверять. Но священник, который обозначил себя в политическом поле и выступает за одно крыло, к нему уже не пойдут те, которые почувствуют, а вдруг батюшка нас осудит, а вдруг он не примет нашу позицию. А вот батюшка там левак, а мы вот, мы центристы. А вот батюшка правый, там, монархист, а мы вот, значит, демократы. Вот в чем беда-то. А священник должен быть для всех. Я о себе в данном случае говорю, потому что ко мне приходили на исповедь люди с совершенно противоположными политическими позициями и реальными политическими противоречиями. И что я должен был делать при этом? Я принимаю всех. В этом мой долг. Ну вот вы летом прошлого года подписали письмо в поддержку фигурантов московского отдела. Как вы сказали, многие из них, в том числе и ваши прихожане. Можно ли рассматривать это ваше действие как несогласие, проявление несогласия с режимом, там, не знаю, силовиками, действующей властью? Да, это было конкретное несогласие с действиями силовиков, если так можно сказать. Потому что это было противостояние с людьми. И для силовиков, для тех же самых полицейских, нацгвардейцев, которые тоже приходят в церковь на истовое, для них тоже это важно. Они приходят и спрашивают, почему к нам так относятся, почему нас все не любят? Я служу государству, царю-батюшке, президенту. Я честно служу. Я считаю, что я перед Богом и перед Государством честен. Я служу. Почему меня не уважают? За что меня оскорбляют? И так далее. С одной стороны. А с другой стороны приходят люди и говорят, приходят матери и говорят, защитите наших детей. Почему вы в стороне стоите? Почему вы смотрите, как незаконно поступают с детьми? Ну, закон незаконно не нам судить, я не пытаюсь даже разбираться в этом, но жестокость нарушения прав унижения человека это моя работа. И да, я буду защищать тех людей, чьи права попираются вот так вот открыто в массовом порядке и всё. И не только вот по тому поводу. Я подписывал другие письма и был бы инициатором других писем по многим, социальным позициям в том числе по позициям совершенно такого социалистического характера, потому что я был рабочим сам и мне бы хотелось защищать рабочих и профсоюз. Ну, такого движения нет, мне присоединиться некуда. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день, да. Вот вам предыдущий Александр, созревший, я скажу, он задал вопрос, как всегда, Витя Ивата, да? А вопрос простой. Вот у нас в Латвии, если вы не в курсе, значит, по поводу сделать выходным православное Рождество, уже идёт многолетняя борьба с целью везде. И вот выступили священники у нас, церквей, католической, протестантской, такие, Пуэц, Танкевич, Ванакс, все выступили священники, кроме православного нашего митрополита, латвийского. И вы сейчас, я так предусвечаю ваш ответ, скажете, не в курсе, не знаю, но я могу только это объяснить единственное, другого объяснения быть не может. То есть, скелетами в шкафу у человека, православного иерарха латвийской церкви, который единственный не озвучил своё мнение по поводу того, чтобы сделать православное Рождество выходным днём. Ну, это же запредельно уже, чтобы священник так себя вёл. Как вы считаете? А какой скелет то у него? Ну, согласно картотеке КГБ, которая была обнародована в Латвии официально, он был одним из агентов. Ну, по крайней мере, такая информация была. Но это уже известно, соответственно, это не является... Я знаю, да. И что тут комментировать, да, сотрудничество с КГБ это и позор, это и грех. Но, тем не менее, если говорить о священнослужителях, вот этот вопрос, который меня всегда интересовал по поводу исповеди и по поводу того, как священнику удается оставаться, не знаю, беспристрастным ли, невозмутимым ли, когда вы узнаёте о таких серьёзных грехах, как убийство или ещё что-то. И здесь всегда такой возникает вопрос, вот эта дилемма, нужно ли об этом сообщать, или это должно оставаться в тайной исповеди, а как мы знаем, тайная исповеди, она священная. А вот моральные муки приходится испытывать вам, как человеку, который слышит истории, которые вы не можете потом вынести куда-то за пределы. Конечно. Конечно, моральные муки я испытываю, я думаю, что все священники это испытывают во многих ситуациях, когда даже маленькие грехи, и те, они мучительны, потому что, ну, потому что это боль, потому что это горе, это слёзы, это, а уж тем более, когда речь идёт об убийстве человека. Но по поводу того, сообщать или не сообщать, нет, у меня таких моральных нету, колебаний, потому что, знаете, какая штука? Для меня ведь гораздо важнее, чтобы человек покаялся сам, потому что это, вот это самонаказание, самобичевание, самый жестокий судья и палач. сроки, которые дают убийцам, они к наказанию никакого отношения не имеют. Я был в очень страшной тюрьме, где в основном все пожизненники, то есть там нет коротких сроков, там самые маленькие 25 лет. Вот, я общался с ними, ну, так немножко косвенно, вы знаете, они своим приговором, обвинением и сроком по сути дела снимают с себя чувство вины, и это им очень помогает, но покаяние это и снимает нисколько, и священники, которые служат в тюрьме, это знают. Поэтому для нас, для священников, прежде всего, вот эта внутренняя сторона личности человека важнее, чем внешняя. А что, если на эти люди сказали, во-первых, понимаете, могут признаться в каком-то грехе, но о чем я побегу докладывать-то, если я не знаю ни состава события, ни времени, ни места, ни кто-что, ну, это же глупо. Но если смоделировать, эту ситуацию, я понимаю, что это может быть такая упрощенная форма, но если человек говорит о том, что я собираюсь совершить теракт, и вы об этом узнаете, и это находится вот в тайной исповеди, то, соответственно, есть ли, ну, какой-то моральный выбор, который ставит перед вами этот человек, который вам сообщает об этом? Возможно, такой моральный выбор и есть. В моей практике такого не было, я никогда ни от кого из собратьев своих не слышал с такой ситуацией, но возможно, если такой моральный выбор будет, тогда решать его нужно на месте. Но я сталкивался очень часто вот с чем, с заявлением наивсловедей, что, например, я хочу его убить, или я хочу убить себя. Вы знаете, я всё-таки образование имею психологическое, и патопсихологию мы проходили под замечательным руководством Блюма Бульфовна Зейгарн и других профессоров. Понимаете, вот эти вот заявления «я хочу кого-то убить» — это ведь это не намерение убить, это иногда просто клиника и больше ничего, поэтому что об этом, кому рассказывать? Это психиатру, может быть, интересно, органам каким-то другим все равно это неинтересно. Это ничего не значит. Если человек действительно имеет такое серьёзное намерение в этом смысле, то он вряд ли будет об этом говорить. Я не знаю. Я не знаю. Ну, то есть, есть ли исключения? На исповеди говорят о том, что было, как правило. Ну, то есть, можно ли сказать, что клятва тайны, которую даёт священник, исповеди, она может быть нарушена при каких-то обстоятельствах или всё-таки нет, или это абсолютно исключено? Со стороны священника? Нет. Может быть, нарушена, если речь идёт об угрозе жизни. Кому-то конкретно. Да. Да, конечно. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, ещё звонок у нас. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да. Скажите, пожалуйста, я хотел у вас спросить об авторитете церкви в церкви в данной ситуации. Ситуация пандемии. В народе её уже очень метко назвали коронабесией. Это же надо, отменили, так сказать, хотя и рекомендовали, там такое слово подобрали, но отменили, так сказать, на Пасху вот эти мероприятия. Даже в Белоруссии, за что я Белоруссию уважаю, вот, церковь Белоруссии, а вот Российскую церковь я сейчас уже не уважаю. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Спасибо. К тому, что вы не уважаете Русскую церковь, я отношусь со скорбью. Мне очень жаль. Что касается эпидемии, то ничего не было отменено. Все благослужения были своим чередом, устав полностью соблюдён, все службы были совершены. Все, абсолютно, я это вам гарантирую. Другое дело, что не допускали туда прихожан, и не допускали туда даже не все священники, а были очень ограниченный состав. Там, например, по одному алтарник, по одному дьякону, один священник, всё. И тем не менее, в моём храме переболели все священники, кроме настоятеля меня. Все дьяконы, все алтарники, сторожа переболели. И прихожане, некоторые умерли. Вы знаете, это трагедия, это жизни. Если бы мы могли это предотвратить тем, чтобы мы вообще закрыли двери храма и никого не пускали, то это было бы хорошо. Многие мои собратья-священники, настоятели или даже неглавные священники в храме, в момент, когда они заболевали, их забирали в больницу, а храм запечатывали. Вот один из моих собратьев, он настоятель, он заболел, сразу храм закрыли весь. Просто это даже никто и не спрашивал. И это правильно, потому что после этого никто не заразился. Жизнь людей дороже, понимаете? А устав был совершен. И уж чего страдать по поводу Москвы или там Русской Православной Церкви, потому что если в одном храме совершается литургия, и все совершается по чину и по канону, значит, все продолжается своим чередом. Хотя бы в одном храме. Так что церковь никуда ничего не изменила, все было в своем месте. Но ведь ряд священнослужителей Русской Православной Церкви открыто выступил против закрытия храмов. Один из священников даже проклятие послал всем тем, кто... Ну, такая громкая, конечно, дело, тем, кто собирается не ходить в храмы и тем, кто закрывает храмы. Несмотря на то, что патриарх Кирилл призвал всех молиться дома, в том числе и на Пасху, была возможность слушать там интернет-трансляции какие-то в Ютубе и в социальных сетях, все равно можно ли говорить о том, что разделилось сегодня сообщество священников на коронаскептиков условных и вот тех, кто поддерживает эти ограничения? Разделилось, да, но это не страшно. У нас всегда есть разные мнения, и это нормально, иметь разные мнения, теологумены, так называемые. Но вопрос-то это не богословский, вопрос чисто практический. Вопрос, заражать людей или не заражать? Спасти людей или предоставить их моровому поветрию? Защищать или не защищать? Беречь или не беречь? Вот о чём вопрос. Это вопрос практический, вопрос социальный. И я понимаю тех священников, которые сомневались во всём и в наличии вируса, и в необходимости там дистанции масок и всё прочее. Ну, пожалуйста, сомневайтесь, не только людей, берегите. Ну, вот интересно отношение к смерти, потому что я помню эпизод, я тогда работал в газете, и когда умер Алексий, патриарх Русской Православной Церкви, как раз я общался с митрополитом Александром Латвийской Православной Церкви, и у него на глазах были слёзы, и как раз вот это, ведь если мы говорим о религиозной концепции, то, в общем-то, душа уходит к Богу, и, соответственно, наверное, смерть тогда является неким таким радостным событием в какой-то степени. почему это всё равно вызывает горе, как это трактуется, и как это Церковь интерпретирует, то есть физическая кончина? Смерть есть безусловный Божий дар, а жизнь есть Божий дар больше. Поэтому наша задача, пока мы живы, беречь жизнь. А смерть как Божий дар — это уже дело того человека, который предстоит перед этой кончиной. Одно дело умирания и личное моё отношение к моей кончине — это я готовлюсь, я исповедуюсь, я готовлюсь встретить Бога, или, если я атеист, я готовлюсь перейти в ничто. Но это моё личное. А вот с точки зрения церковной отношения к людям безусловное уважение к дару жизни и безусловное служение жизни, оберегание её. Ну, истинно верующие люди, они боятся смерти? Боятся, как и все. Они боятся смерти, но они знают, что за смертью будет вечная жизнь. А люди неверующие боятся смерти, но при этом либо не знают ничего, что будет там дальше, либо веруют в то, что ничего. Если говорить о насильственной смерти и насилии в целом, вот несмотря на то, что у нас в Латвии сегодня уже, точнее, с завтрашнего утра отменяется, в полуночь, точнее, отменяется режим чрезвычайной ситуации, тем не менее, чрезвычайной ситуации и режим самоизоляции, он так или иначе актуализировал проблему домашнего насилия в семьях. Вам приходится сталкиваться с этим сейчас? Может быть, особенно? С домашним насилием приходится сталкиваться всегда. У меня нету лично никакой оценки «больше стало его или меньше», я этого не знаю, у меня нет таких данных. Наверное, они появятся потом. Но то, что сидение дома всей семьей может спровоцировать насилие, это факт, это известно, я как психолог с этим постоянно сталкиваюсь. Но вообще и психологу, и священнику приходится сталкиваться с семейными конфликтами и с семейным насилием. Да, конечно, это очень большая часть работы. Ну вот тоже довольно такой распространенный стереотип о том, что возможно, сейчас он уже уходит из общества, и тем не менее, есть те, кто его придерживаются о том, что он бьет, значит, любит. И вот такая вот, может быть, патриархальная в этом смысле позиция, если мы говорим со стороны мужчин к женщине. Кто-то говорит, что и церковь поддерживает эту позицию, учитывая патриархальность в какой-то системе. Нет, это не такая не патриархальная. Это типичная такая народная прибаутка такого маргинального характера, но вовсе не патриархальная. Патриархальная – это ответственность, это главенство, это ценности, это что-то такое возвышенное, но никак не вот эта фразочка. Нет, эта фразочка вообще ни к патриархальности не имеет отношения. Это низовая маргинальная, такая лубочная культура. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим наш разговор. Спасибо большое, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Священник Русской Павловной Церкви и психолог Андрей Лоргус был гостем программы. Спасибо вам, отец Андрей.